Россия, которой сегодня так нужен прорыв. Нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв. Но вот незадача. Как важно, чтобы тебя всегда правильно понимали. Говорил о необходимости прорыва. Или тогда в следующий раз точно лучше уточнить, какой именно прорыв и в какой именно области. И это мы сейчас не про Ростовскую область или Омскую, а про область науки или искусства. Прорыв в будущее. Но почему-то в РФ прорыв случается на ровном месте, без предупреждения. И, к сожалению, для жителей необъятной, не в научной сфере. Если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть. Вот так вот прорвало трубу на Светлебургском проспекте. Технологический прорыв и Россия – понятие точно несовместимое. Так что пока с научными прорывами надо подождать. В отличие от коммунальных, которые уже давно стали неотъемлемой частью работы Кремля. Я уже говорил об этом много раз, хочу повторить. Нам нужен прорыв. Вообще отлично. Нужно добиться прорыва, а не за прорыва. И как бы Рьяна ВВП не призывал к новым открытиям и прогрессу, сделать на деле это действительно очень сложно. Особенно, если учесть материально-техническую базу на многих производствах. Чтобы еще безудержнее восхищаться технологическими прорывами Путина, перенесемся в акционерное общество ПКО «Теплообменник». «Теплообменник» предприятия в Нижнем Новгороде. Техника безопасности на высоте. На высоте Плинтуса, как видите. Так и хочется добавить спасибо, что не работаете. А то прорыв и в этой области был бы точно обеспечен. ЧП в кафе Санкт-Петербурга. Из-за прорыва трубы с горячей водой погибли два молодых человека. Когда все посетители покинули заведение, которое располагалось на цокольном этаже, юноши решили вернуться за своими личными вещами. Но выбраться уже не смогли, получив смертельные ожоги. Кроме того, после прорыва трубопровода образовалась огромная яма, в которую провалились два автомобиля. Правильно говорит народ. Россия производит впечатление, а больше Россия ничего не производит. Находчивый глава исполнительного комитета города Уссурийска Виталий Наливкин оригинальным образом решил проблему неприятного запаха от очистных сооружений. По его инициативе были закуплены специальные приборы подавления неприятного запаха. Сейчас основная задача в том, чтобы разместить их по всей территории сах поселка. Учитесь, вот это сила мысли. У них что, в Единой России есть специальный инкубатор, где разводят таких горе-руководителей? Это просто ужас. Как дальше жить, мы не знаем. Работать тяжело здесь, находиться тяжело, воняет постоянно. Надоело, на самом деле надоело. Честно. Но главное и самое печальное, что все это было сделано не для людей, а к приезду северокорейского лидера. Произвести впечатление – вот что главное для российского чиновника. Потому что делать с этим никто ничего не собирается, а тут... Вот, зараза, да, чувствуется. А сейчас гости приедут. А давайте прикрутим вот эти вот ароматизаторы в воздух. И заодно распилим небольшой бюджетик. 50 оттенков серого или как замылить глаза и быстренько освоить бюджет по весне. Странный дизайнерский ход использовали местные управленцы в нескольких районах Нижнего Новгорода. Решили покрасить бордюры в обычный серый цвет. Святые люди. Потому что если краска цвета бетона, то есть мысль более яркая. Давайте скажем, что она уже покрашена. И просто освоим все деньги. Зачем еще тратить краску? Она же цвета бетона. Хотя, с другой стороны, хорошо, что хоть сами бордюры есть. Ведь были прецеденты, когда красили просто пыль с землей. Именно так можно назвать серию фотографий, посвященных безалаберности местных властей. Нет бордюра? Нарисуем. Сотрудники дорожной службы в Тамбове покрасили вздувшийся и потрескавшийся асфальт на краю проезжей части в цвета бордюра, которого там нет. Пользователи в соцсетях выяснили поступок дорожников, оставляя шутливые комментарии под фотографией. Бордюр не брови, его не нарисуешь. 3D-бордюр, максимальная визуализация и безопасность. Спорткары теперь не будут вырывать себе бампер при парковке. Это просто молочный бордюр, скоро должен вырасти коренной, который сразу получится уже окрашенным. Как тебе такое, Илон Маск? А это уже город Саратов. Краску тут тоже используют где только возможно. Поселок Солнечный, 10-й микрорайон, улица Академика Семенова. Здесь с недавних пор красят не только детские площадки и бордюры, но и траву с бетоном. Вот такой необычный способ придумали местные коммунальщики. Видимо, для того, чтобы не тратить время на выращивание газона, покрасили и бетон, и землю рядом. Этот кусок очень выделяется. Это не очень смотрится, не красиво. Я думала, что это ноу-хау какой-то. Трава должна как-то расти по-другому. Краску местные малеры взяли яркую. Местные жители предложили горе-специалистам на этом не останавливаться и нарисовать в микрорайоне еще и детскую площадку и автостоянку. Настоящий газон хороший. Но так как его нет, мы довольствуем все этим. А в Москве жители Войковского района стали свидетелями странных дорожных работ. Что здесь сейчас происходит? Можете прокомментировать? Что здесь происходит? Да. Ремонт. Ремонт чего? Свежеуложенной плитки? Тротуар возле метро сначала вымастили плиткой, но через некоторое время закатали в асфальт. Затем асфальт спешно убрали. Утром асфальт положили, вечером снимаем. Работа по благоустройству продолжается. Немые таджики, которые стребут лопатой. Утром уложенный асфальт. Но самое интересное, что после снятого с плитки асфальта стали демонтировать и саму плитку. Работа не в проворот. Какая-то чудо прачечная просто по отмыванию денег происходит. Дурость какая-то. Очень много начальников развелось. Работать некому, а только все командуют. Понять, зачем же все эти работы проводились, оказалось вообще задачей немыслимой. Найти ответственных за строительные работы не удалось. Каждый пытался перевести стрелки. Меня наняли вложители с асфальт. А какая организация вас наняла? Не назвалась. Я слышал, что был асфальт. Кто убрал, я не могу. На всех федеральных каналах РФ любят ругать загнивающую Европу и демонизировать Запад в целом. Но тогда почему, побывав там, все восхищаются их архитектурой, условиями жизни, естественно, благоустройством парков и зон для отдыха? Российские чиновники очень талантливо переносят одно в другое, скажем, деньги домой, а Европу к себе не получается, поэтому они переносят себя туда. И у каждого приличного, уважающего себя чиновника есть какая-нибудь недвижимость в Берлине, а кто побогаче на юге Франции, а кто еще побогаче, есть еще виноградники в Италии. И как местные российские чиновники не пытались заставить себя перенять опыт у остального цивилизованного мира, удается это им с огромным трудом. Ведь сделать все для людей, подумать и утвердить действительно лучший проект, а потом еще и не украсть на нем, пока им не под силу. Видел красивый парчок, надо бы и нам такое сделать. Ну, такое получилось только на бумаге, потому что деньги стырили, но на бумаге осталось. И в интернете есть макет будущего парка. Это же красиво. Да, не такого прорыва ждали в Кремле. А тем более новгородцы, которые пришли погулять в новом парке. Правда, парк, эта неблагоустроенная зона, напоминала с трудом. Ну что, вот вам хотелось бы здесь посидеть, отдохнуть, пригласить девушку на свидание или быстрее пройти это место? Настроение у местных жителей совсем испортилось, когда они поняли, что на создание вот этого недопарка были выделены из бюджета миллионы рублей. Давайте оценим благоустройство за 16 миллионов рублей, которое было сделано вроде как по программе комфортного общественного пространства, точнее, комфортная среда. Как бы так намекнуть этим ребятам, что наличие скамеечек и урн возле них не делает это пространство парком? Ну, в общем, это, конечно же, провал. Про качество как-то даже не хотелось заикаться, но, знаете, вот всему этому меньше года. И смотрите, уже бордюр отваливается. Продолжаем дальше обзор с неравнодушными пользователями интернета. Здесь, видимо, должны были быть альпийские горочки, но получилась просто гора земли. А вот и местный водоем. Важный вопрос к администрации Новгорода. Где уточки? Руд вижу, уточек нет. Дальше детская площадка. Люди, проектанты и дизайнеры, посмотрите, мир давно ушел вперед. Они понятия не имеют, что нужно детям и как вообще должна выглядеть современная детская площадка. Пост-перестроечный сюр давно не в тренде. Тем более, еще когда и сделано все абсолютно халтурно. Резиновое покрытие, видимо, стали делать в последний момент. О безопасности детей здесь явно думали не в первую очередь. Резиновая плитка, она уже ходит и люфтит, и, в принципе, никак не закреплена. Но 16 миллионов освоено, людям кость брошена. Это не конструктор Лего, это тоже последствия дорогого благоустройства. Это не очень веселая игра, может продолжаться вечно. Ведь пока есть коррупция и недобросовестные подрядчики, в РФ ничего не поменяется. Нам необходим настоящий прорыв. Внимание, внимание. Опасная шнона. Строза получения ожогов. А куда же им деваться? Ведь здесь всюду опасно. Остановки в Ростове за 35 миллионов рублей, которые поставили прошлой осенью, оказались бракованными. Давайте посмотрим. Вот просто стекло висит на вот этой пленке, которая внутри него. Углы стекол остановки разбиты при транспортировке или установке объекта. Мы видим, от винта идет трещина через все стекло. Только посмотрите, по всей остановке пошли трещины. И, как ни странно, вандалы тут совершенно ни при чем. В конкурсной документации сказано, что средний полный срок эксплуатации павильона должен составлять не менее 10 лет. Всего в городе установлено 100 остановок. Каждая из них обошлась городу в 350 тысяч рублей. Сколько они прослужат – вопрос риторический. Криворукие монтажники не везде даже резиночку сделали. Ну, в общем, полный напор. От увиденного у кого-то может поехать крыша, ведь осознать, что именно так все работает в РФ, очень сложно. Но президент отчаянно требует прорывов, и как тут ему откажешь? Прорыв. 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 Прорыв, которого так все ждут от президента. Ведь народ просто замучился жить в нечеловеческих условиях. Президент, который требует прорыва от народа. Только где же его взять, если ВИП-условия создаются только для него? Вот и получается, что все довольствуются тем, что есть. А точнее, тем, что само прорывается наружу. Прорыв. Прорыв.